Всем привет! Я решил, что для нашего канала нужно добавить новую рубрику, которая будет посвящена фотослухам и новостям. Думаю, это будет интересно поклонникам фототехники. Ну и плюс, это дополнительный формат для нашего канала, который позволит выпускать видео чаще. Формат наших видео будет следующим. Есть определенная новость или слух, который касается фототехники, объективов, аппаратов, вспышек. Что-то такое интересное, о чем мне бы хотелось вам рассказать. Я рассказываю саму новость, а потом даю свой комментарий данной информации. Естественно, мой комментарий это мое личное мнение, которое может не совпадать с вашим. Надеюсь, вы это понимаете. Ну, думаю, на этом все. Поехали! Первый выпуск! Первая новость посвящена Canon 90D. По слухам, камера появится во второй половине 2018 года. Пока что о ней мы знаем то, что, скорее всего, у нее будет новая матрица, у нее будет улучшенная версия Dual Pixel Auto Focus. И пока нет никакой информации о том, что они наконец-то добавят туда 4К видео. Мое мнение относительно этого вопроса достаточно простое. Canon давно уже пора улучшать матрицы в своих фотоаппаратах. Естественно, она их улучшает каждый раз, когда выпускают новые камеры. Но многие из вас знают, что по основным показателям матрицы, Canon сейчас уступают своим конкурентам. Это касается и камеры Nikon, и камер Sony, и камер Fujifilm. Все они по динамическому диапазону, по светочувствительности выигрывают у современных Canon. Ну и, конечно, 4К давно пора добавить в камеры Canon. Ну, потому что Canon позиционирует свои зеркалки как мультимедийные аппараты, которые подходят и для фото, и для видео. Но при этом, с точки зрения видео, они по сути уступают и Fuji, и Sony, если мы говорим о наличии 4К. Вторая новость касается Fujifilm, а именно модели X-T3. По слухам, в ней не будет встроенного в тушку стабилизатора изображения. Он будет в новой камере Fujifilm X-H1. И тут сразу третья новость, которая касается именно этой камеры. X-H1 выйдет, скорее всего, уже в марте, а 15 февраля состоится ее анонс. Тут сразу два слуха, получается, обсудим про X-T3 и про X-H1. Что касается Fujifilm X-T3, то достаточно логично, что в ней не будет системы стабилизации. Не зря же они выпускают новую модель X-H1. В ней-то как раз стабилизация, судя по слухам, будет. Также, по тем же слухам, в ней будет меньше мегапикселей. Если сложить 2, плюс 2, то получается, что Fuji делает эдакого конкурента для камер вроде Olympus E-M1 Mark II. То есть она хочет сделать репортажную камеру. Но не просто репортажную камеру, а еще и камеру, которая будет ориентирована в том числе и на видео. Подумайте сами. Более маленькая матрица гарантирует, что, скорее всего, они смогут поднять показатели ISO, как это было у Sony A7. Стабилизация изображения хороша, опять же, для видео. Но маленькая матрица нам говорит в том числе и о том, что они смогут увеличить не только светочувствительность, но также и увеличить, например, скорость работы камеры, то есть скорость серийной съемки. Вот и получается, что это может быть такой неплохой комбайн для тех, кто хочет снимать репортажку, или для тех, кто хочет снимать видео. То есть они совместят вот эти два направления в одной новой камере. А Fuji X-T3 просто будет улучшенной версией предыдущей камеры. Последний слух на сегодня связан с новой беззеркальной камерой Canon. Говорят, что уже в следующем месяце, то есть в феврале, состоится анонс какой-то совершенно новой секретной беззеркалочки от Canon. Что тут можно прокомментировать? Естественно, все мы ждем, не дождемся полнокадровую беззеркальную камеру от компании Canon. Тоже, кстати, касается Nikon. Но, судя по слухам, Canon все-таки опередит своего конкурента и представит свою камеру быстрее. Хоть в этом слухе не говорится о том, что представит полнокадровую беззеркалку Canon. Но мы все надеемся именно на это. Это был первый выпуск фотослухов и новостей на канале Полный Кадр. Если вам нравится такой формат, если вам интересно слушать слухи и новости, касаемые фототехники, то обязательно поддержите видео лайком, подпишитесь на канал. И до встречи в следующем видео. Всем хороших кадров. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok